Отпуск – это не только новые впечатления, активный отдых, морские и солнечные ванны, но и испытания для организма человека. Приятные приключения могут обернуться неприятными последствиями. Чаще всего на отдыхе туристы сталкиваются с расстройством желудка. Из препаратов иногда рекомендуют витамины принимать и даже иммуномодуляторы, чего, в общем-то, я не приветствую. Достаточно, если ехать в жаркие страны, принять за неделю где-то до перелета и первую неделю после, там уже на отдыхе, принять биопрепараты, которые для кишечника. Самое главное – перед отпуском не заболеть, чтобы не снизить свой иммунитет. Постараться высыпаться, разнообразно питаться и не переутомляться. По возможности избегайте посещения людных мест. А вот что касается поездок с совсем маленькими детьми, то специалисты рекомендуют воздержаться от них. Во-первых, нужно решить для себя, нужно ли брать ребенка, так как я педиатр, для меня всегда задают этот вопрос, можно ли его взять, нельзя ли. То есть, это, конечно, родители сами решают, но я все-таки не рекомендую ездить с очень маленькими детьми. Вот оптимально – это с трех лет, когда ребенок уже может получить впечатление и, в общем-то, что-то запомнить. Лучше заранее собрать аптечку отпускника. В ней обязательно должны быть обезболивающие, жаропонижающие, противоаллергические и антибактериальные препараты. Привыкать к новой обстановке нужно постепенно. Пребывание на солнце в жарких странах до 11 часов и после 16 часов. Дети только в тени, на открытом солнце они быть не должны. В море, купание в море, начиная с 15 минут и максимум одномоментно до 40 минут. Дольше даже при теплой воде не надо. Многие вообще воздерживаются от поездок в жаркие страны и предпочитают отдыхать в средней полосе России. Они считают, что такой отдых полезнее морского. Ну, я думаю, все-таки ехать куда-то, где климат сильно отличается, надолго, точнее, на коротко не стоит. Иначе только привыкнешь к жаре, уже вернешься опять в нашу воду, всю влагу. Поэтому куда-то лучше ехать в свое. Может быть, по Волжье, Байкал посмотреть, куда-то так попутешествовать по нашей стране. Да, Викуль? А уж где отдыхать? Это личное дело каждого. Вкусы все разные. Кто-то едет на юг, а кто-то едет наоборот, на север куда-нибудь, типа Карелии или что-то еще. А я предпочитаю в средней полосе. Следуя советам специалистов, вы не только улучшите состояние своего здоровья, но и проведете отпуск с удовольствием и без проблем. А где это делать, в России или за рубежом, решать вам. Анна Пряхина, Артем Ломоносов, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.